Вдали от цивилизации и без перспектив. Поселок Сухоборье оказался никому не нужным. Раньше он входил в черту Липецка, теперь считается территорией Грязинского района. Смена административного подчинения стала для Сухоборья роковым событием. Подробности у Елены Кухаревой. Поселок построили в советское время. В нем жили работники дома отдыха Сухоборья и пионерского лагеря Прометей, принадлежащих Новолипецкому металлургическому комбинату. Сейчас здесь проживает более 200 человек. Это три многоэтажных дома среди леса и больше ничего. Мы изгои, самые настоящие изгои. Вот плюнула на нас власть, она заботится только о себе. Раньше здесь ходил муниципальный транспорт, можно было легко добраться до больниц, магазинов, аптек, образовательных учреждений. Автобусов не стало после того, как Сухоборье вошло в состав Грязинского района. Люди неоднократно обращались в администрацию Грязинского района. Ответ один. На организацию постоянного рейса из поселка в город денег нет. Поддержать местное население в Сухоборье приехали представители местного отделения КПРФ. Люди отработали честно в советское время, заработали это жилье и, казалось бы, должны на пенсии жить нормально, имея благоприятные условия для проживания. Они оказались отрезаны от внешнего мира и не имеют доступа ко многим элементарным и необходимым для них вещам, ну, таким как медицина, продукты питания и многое другое. Сергей Токарев в ближайшее время направит ряд запросов в соответствующие инстанции. Коммунисты убеждены, восстановить транспортную связь Сухоборье с городом необходимо, иначе поселок будет обречен. Елена Кухарева, Красная линия.